Кто самый стеснительный человек? Здесь реально большой еще музыкальный департамент. То есть можно заниматься музыкой, любой, какой только хотите. Еще важная особенность, что здесь в школах работают над развитием твоего характера и личных качеств. Всем привет! Из традиционной британской школы. Называется она Фелстед. Школа немаленькая, большая. Здесь учатся больше тысячи студентов. Здесь 10 домов для бординга. То есть это дома, где живут студенты. Школа, значит, традиционная британская. Но здесь присутствуют программы, такие как IB, это международная программа, и E-Level, классическая, британская, вы можете выбирать, да. Вот я гуляю по территории, там были поля для хоккея, хоккея на траве, регби, футбола. И здесь, если вы поступаете сюда, вы должны, как бы у вас такой челлендж, да, вы должны обязательно делать традиционный британский спорт. То есть типа регби, типа крикета. Это как бы маст, вы обязательно должны это делать. Конечно же, карта. Видите? Вот это все здание. Я их спросил, а сколько у вас зданий в школе? Они мне даже затруднились ответить. Понимаете? 1200 студентов сейчас. И вот это вот все школа. Все карта школы. То здание, это, к примеру, бординг. Вот это здание, это языки. Вот это здание, это история. Вот это здание, это только что я вышел. Науки. Вот это здание. Это компьютерный центр. Ну вот карту я показал вам, карту школы. И чтобы еще так добавить к карте, я уже около часа, наверное, хожу здесь. Около часа хожу, смотрю все это. И я еще не все посмотрел. То есть представляете, да, какое количество здесь зданий и расстояние какие. А вот церковь, я так понимаю, школьная. И когда приезжаешь, можно запутаться. Вот видите, тут даже написано «Fellstead Main Reception». Главный ресепшн. Потому что реально тут, когда приедешь, то не понимаешь, куда идти. Вот видите, значит, «in» в вход. И вход вот туда, там главное здание. Да, конечно, у нас реально такого ничего подобного даже близко не найдешь. Потому что здесь, конечно, вот эти вот практически британские школы. Есть, конечно, поменьше. Есть большие, есть маленькие. Есть там на 60 человек школа. А есть школа вот как эта на 1200 человек. И не надо сравнивать с нашими, да, школами, которые, где у нас там учатся 2000 человек, все в одном здании, да. Здесь, если в школе учатся там 1000 или там 2000 человек, то это просто огромный будет. Уж чуть ли не город. Понимаете? Потому что пространство. Пространство. Детям, студентам нужно пространство. Куча полей. Куча всяких корпусов. И я еще вот сегодня не попал, к примеру, в корпус дизайна и технологии детей. Здесь есть отдельно арт. То есть это искусство, да. Где вы рисуете, да, где вы скульптуры делаете. Есть отдельно дизайн и технологии, где вы делаете всякого рода там поделки, да. Кстати, Music School Car Park, да, к примеру, P3. То есть это у музыкальной школы отдельно своя парковка. Здесь реально большой еще музыкальный департамент. То есть можно заниматься музыкой, любой, какой только хотите. И также вот, к примеру, здесь у них театр и здесь постановка. У них сейчас будет Beauty and the Beast, Красавица и Чудовище. Вот сегодня прям будет спектакль. И они сожалеют, что мы не попадем на него, потому что мы уезжаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Ребята, ну вот вы поняли, да, здесь 10 домов для Борнинга, где студенты живут. И вот они различаются и по возрастам, и пополам. И я сейчас нахожусь в доме детей средней школы. Средней школы. Собачка там. Здесь вот шахматы, видите. Ну это, значит, комната, где они развлекаются. То есть common room, общая комната. Комната отдыха, другими словами. В школе еще учат, ну помимо учебы, да, здесь учат человека быть человеком, скажем так. То есть первое, да, это вдохновление. Вдохновление и мотивация к учебе, лидерские качества. Второй момент, это уважение друг к другу. Да, то есть то, что в этой школе, да, нет такого, что, ну знаете, вот это наше понятие такое, дедовщина. Да, там старшеки, младшеки, кто-то посильнее, кто-то послабее, нет. Здесь учат уважение друг к другу. И также здесь учат принимать вызовы, да. То есть это как бы adventure, это приключение, да, принимать челленджи, пробовать то, что ты не пробовал, да. Ездить в другие страны, участвовать в мероприятиях, в которых ты никогда не участвовал. То есть, скажем так, выходить из своей зоны комфорта, да. Я неоднократно встречаюсь с тем, что мне говорят, да. Вот вы привыкли делать, да, там, к примеру, вы хороши в физике, да, ну там, химии, да, математике. К примеру, вы хороши, да, в этом во всем. Но вы также должны пробовать и делать вещи, в которых вы ничего не умеете и не знаете. Вы должны пробовать себя в музыке, вы должны пробовать себя в спорте. И здесь как бы классно то, что в плане спорта, да, если вы занимаетесь спортом, здесь есть команды стильные, да, и команды слабые. То есть здесь не так, что у вас там запихнули, да, там, в какую-то там элитную группу, да, профессионалов, и вы там как бы вперед пошло-поехало. Нет, здесь разные уровни, все для того, чтобы вы пробовали себя в разных вещах, ну и что-то потом из этого получать. В школе можно попробовать приехать сюда, да, то есть, ну, как вы хотите понять, что такое программы, что такое учеба в британской школе в Феллстон. Сюда можно приехать и попробовать себя на летней программе, здесь есть летние программы, и я ставлю линк в описании к данному видео. Можно попробовать летние программы с разными там предметами, поэтому all welcome, да, все линки полезны в описании к данному видео. Там же будут контакты, контакты, кому звоните, куда писать, в случае, если вы заинтересованы, в случае, если у вас есть вопросы, обязательно все это дело в комментариях пишите. Мы всегда рады ответить вам. Да, и здесь 7 часов в неделю уделяется клубам. Что такое клубы? Клубы, это не то, что там, да, спортивный клуб. Вот, это, ну, формата наших кружков, только я считаю, гораздо более продвинутая версия кружков. И, значит, здесь, к примеру, есть Fashion Academy, да, 7 часов в неделю. Вы можете выбрать и заниматься этим. Это как бы вне классные мероприятия. Академия фэшена, фотография, кулинарные дела, танцы. Пожалуйста, все это можете здесь делать. И, кстати, вот еще очень прикольный предмет, интересный предмет. Global Studies называется. Значит, для него у вас должен быть хороший уровень английского языка. И на этом предмете вы изучаете политику, экономику, дебаты. И этот предмет преподают лекторы из университетов. Академия фэшена, garantяне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Ну и обязательно подписывайтесь на YouTube-каналы, один, который вы смотрите, кнопочка там подписаться есть, и второй мой канал Егор Еремеев, который про советы в путешествиях, что, куда, зачем. Ну и Instagram, конечно же, и в Instagram, везде очень активный. Субтитры создавал DimaTorzok